Мы, детские писатели, пишем для детей, и нам очень важно знать, о чем думают дети, что их волнует, какие у них потребности. И как раз детская книга тогда становится их настоящим помощником, потому что она написана для детей, про детей, и помогает им отвечать на самые разные вопросы. Чаще всего спрашивают, какая у вас была первая книга, где вы берете вдохновение, какие вы сами книги читали в детстве. Но я с удовольствием тоже делюсь своими воспоминаниями, своими впечатлениями. Всегда благодарю читателей за то, что, за встречу, потому что вот эти встречи, они гораздо больше дают писателю, чем просто, когда ты сидишь, смотришь в потолок и пытаешься что-то придумать. Сейчас модно баловать внутреннего ребенка. Вы верите ли вы, что взрослые – это те же дети, только которые выросли? Мне кажется, наоборот. Вот детская душа, она самая чистая, она самая неиспорченная, потому что в детстве нет еще вот налета какой-то циничности, потому что как раз в детстве мы можем понять, что заложено в ребенке, какие у него главные черты, к чему у него лежит сердце. Потому что потом нам могут навязать, например, какую-то профессию или какие-то взгляды. А если мы обратимся к своему внутреннему ребенку, что мы любим, что нам интересно, и пойдем по этому пути, следуя за собой, не предавая себя, то мы как раз и сможем реализоваться в жизни. Это нам поможет стать успешным. Поэтому, пожалуйста, слушайте своего внутреннего ребенка, уважайте его, цените его, познавайте себя, и тогда все получится. Потому что истина вот как раз она с самого начала прослеживается. А вы в детстве думали, что станете детским писателем? Нет, мне казалось, что это такая сложная профессия, это надо много знать, это надо много о многом рассказать. Вот, например, я когда приезжаю в какие-то школы выступать в библиотеке, нас не воспринимают как писателей, потому что нам говорят, ой, а писатели это вот такие вот старые книжки на полке, это Пушкин, Толстой, они все умерли. Вот, потому что у нас и современных детских писателей, например, не так часто показывают, тиражируют и рассказывают о них. Вот я поэтому тоже говорю, как важна информационная поддержка. Даже в советское время как бы писатели все знали, а мы только вот нас воспринимают как книжки. Поэтому я вот надеюсь, что вот общение такое, когда я езжу в разные города, когда я выступаю на телевидении, по радио, она и найдет как раз к сердцу читателя. И дети еще лучше будут читать наши книжки, еще больше узнавать. Я человек, я живой, мне хочется с вами общаться через книги, через выступления, через мастер-классы, через самые разные вот такие вот мероприятия. Что говорят дети, которые читали ваши книги, а потом встретились и увидели, что вот тот самый писатель, которого они знают? Очень сложно ребенку идентифицировать книгу и писателя, потому что даже вот сегодня, это вот, это моя отдушина, когда я приезжаю в какой-то город, и мне приводят моих фанатов, фанаты вчера научились ходить, и сегодня тоже ко мне пришел Давид в нашей библиотеке. Он прижимает к себе к груди эту книжку, он радуется, для него это сокровище, это для него радость. Вот. Ну, конечно, ему сложно представить, что вот этот вот человек придумал для него эту историю. Но я-то это понимаю, что моя книжка приносит радость, потому что когда ты пишешь, ты не видишь вот этого конечного результата своего труда. А вот когда я приезжаю, общаюсь с маленькими читателями, вижу, как они любят книжки. То есть если с детства вот так прививать вот эту любовь, показывать, потому что книжки у нас замечательные, с яркими иллюстрациями, душевные, они учат добро, они учат теплу, они учат вот такому семейному благополучию, то есть гармонии учат. Вот у многих моих коллег, у кого маленькие дети, есть ваши книги. Когда пишете, на какой возраст больше ориентируетесь? Нельзя писать просто для чего-то в пустоту. Это никогда ты не найдешь, так, путь к сердцу читателя. И у нас конкретные задачи. И у меня тоже есть интересные такие книжки, мне говорят, редактор дает задание, говорят, надо написать книжку, как ребенок учится ходить на горшок. Я говорю, боже, какой ужас! Толстой писал «Войну и мир». И это было значительное произведение. Что пишу я? Как научиться ходить на горшок. Но потом я подумала, у меня своя целевая аудитория. Там год плюс. Для них вот эта книжка будет не менее важной, чем «Война и мир» для своего возраста. Поэтому я не стесняюсь. Я четко понимаю свою целевую аудиторию, ее задачи, и я помогаю им. И для меня вот это вот ценно, что моя небесполезная книжка, которая будет где-то валяться, а когда я вот приезжаю, например, в эту паблиотику, мне говорят, ваши книжки на полках не задерживаются, они постоянно востребованы. Вот это вот для меня главная награда. Королева-детектива Агата Кристи говорила о том, что ее вдохновляет мытье посуды. Ну, то есть это настолько скучное для нее занятие, что ничего не остается, как придумывать очередной какой-то сюжет. Что вдохновляет детских писателей? У меня, например, очень хорошо получается придумать свои произведения, когда еду в транспорте, в метро, например. Почему? Потому что дома меня может кто-то отвлечь. Пожалуйста, принеси то. Но дети, естественно, ты же не можешь как-то уединиться на необитаемом острове. А в метро меня никто не отвлекает. Я спокойно еду, я сосредотачиваюсь. Потому что вот в моей работе главное максимально сосредоточиться, чтобы никто не отвлекал, чтобы никто ничего не просил. Потому что это очень большое напряжение создать какой-то мир или какую-то эмоцию и вот воплотить ее. Это очень сложно. Это должно быть в хорошей детской книжке. Чтобы была тема какая-то, о чем мы рассказываем, что мы дадим, какую информацию мы донесем до наших читателей, чтобы это не было просто каким-то пустым, опять же, произведением. И как это все подать? Если это эмоционально, ярко, если это затрагивает струны души любого человека, находит отклик. Если это произведение проходит через его сердце, оно и остается с ним навсегда. Поэтому писать нужно очень красочно, эмоционально. И польза должна в каждом произведении быть. То есть чему-то человек учится, или какие-то моральные качества он приобретает с помощью этой книжки, или какие-то знания получает. То есть массу проблем можно решить с помощью книг. Правда ли, что дети сейчас стали меньше читать, чем когда-то ранее? Сейчас очень много информации. Информацию они получать могут через аудиокниги, через интернет. Опять же, библиотеки нельзя тоже никак отменить, потому что здесь есть помощники, библиотекари. Они всегда направят, подскажут, как лучше найти ту или иную информацию. То есть без проводников, я считаю, довольно-таки сложно найти вот эту информацию в таком огромном информационном поле. Поэтому нельзя ни от чего отказываться. Но и правильно осуществлять этот поиск тоже очень важно. Что нужно сделать, чтобы ребенок чаще ходил в библиотеку, или чаще брал книги с полки, которые дома? Во-первых, вот такие вот замечательные создавать интеллект-центры вообще, чтобы вот ты попадаешь вот в это здание, и ты чувствуешь, что ты попал или во дворец, или в храм книг. Здесь особая атмосфера создается, и ты заряжаешься вот этой вот атмосферой познания, что ты ходишь, все тебе привлекает внимание. Здесь вот что-то интересное, а вот здесь какая-то новая информация, а здесь красочно оформлено, а здесь музей. И вот это все будет, воображение ребенка побуждает его получать информацию, ценность этой информации он познает. И, конечно, ступив на этот путь, он будет движется дальше, если мы правильно все организуем. То есть все-таки дети читают. Нельзя сказать, что они читают мало или меньше? Если ребенок увлекся, например, психологией, он будет дальше идти по этому пути. Он будет брать книги, будет какие-то брать художественные, или какие-то нон-фикшн, или познавательные, или научная литература. То есть он всегда найдет способ получить эту информацию. Важно показать, как она важна и как она интересна. И где это взять? А тут путей масса. И как раз библиотекари современные, они как раз и являются такими путеводными звездами, которые ведут ребенка к получению этой информации, познанию. Раньше я работала дома, писала книжки, и мне, конечно, вот этого вот общения с коллегами не хватало. Я думаю, ну, у всех есть корпоративы, опять же. А я сижу одна, я не знаю, какие другие писатели, как они выглядят, кто они. То есть не было такой возможности. А потом я узнала, что у нас создан союз детских и юношеских писателей, и это очень мощный такой хороший союз. И они организовывают массу мероприятий, таких вот социально значимых. То есть как раз вот о чем мы говорили, что ни кто не знал писателей, они есть, они существуют. То есть у нас, вот я в качестве одного хотя бы примера приведу, у нас был вот книжный поезд. Летом был книжный поезд до Владивостока, и книжный поезд был до Питера. То есть целый вагон наполняется писателем, и писатели едут такой рейд в какой-то город. И вот там масса площадок, потому что каждый писатель пишет там для своего возраста, или там своя особенность, свою направленность. И вот такой десант писательский как раз и дает возможность вот привлечь огромное количество детей к литературе. И я вижу, что писатели, они такие же, как я. То есть мы говорим на одном языке, у нас одинаковая энергетика, мы как бы дополняем друг друга, мы наполняем друг друга. И это как целая семья. То есть я раньше была сиротой, не с кем было общаться, поделиться своими эмоциями, проблемами. Вот, а вместе мы сила, это замечательно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова